В общем недавно мы поотсел, я так стал изучать такую платформу как Smart Life, под которую есть куча всяких устройств. Сразу скажу, что из минусов вся конфигурация и все действия хранятся в облаке, локально ничто в устройство не записывается. Но может если где-то и записывается, мне такие устройства не попадались. И сегодня мы вам так покажем присказку. Это мини вот такая вот камера. В общем в принципе при наличии Wi-Fi работает довольно стабильно. Можно использовать как какое-то подсматривающее устройство, но вообще ее довольно легко заметить. Есть инфракрасная подсветка, которая включается и выключается. Флешка до 64, поддерживает. В зависимости от режима, то есть режим непрерывной записи, режим записи по движению. Ее хватает максимально на три часа работы. Ну соответственно здесь, почему мы стали снимать здесь, потому что качество Wi-Fi у нашего дома более-менее приемлемое. Но один фиг. То есть как бы это чисто скорее камера для скрытого сбора информации. В общем, что мы хотим сделать. То есть проверив ее на Wi-Fi, она работает довольно стабильно. Ну чуть-чуть подогревается, запись идет. Если поставить на зарядку, тоже все работает. Без Wi-Fi, если вы где-то включите в другом месте, она не будет работать как видеорегистратор. То есть обязательно нужно соединение с интернетом, потому что по ходу облака, когда она включается с Wi-Fi, дает ей настройки, которые изначально были заданы в приложении. Вот тут Wi-Fi не самый, конечно, ICE. Но в целом работает. Вот так. То есть что мы хотим? То есть у меня есть предположение, что если сейчас мы уйдем из зоны действия Wi-Fi и посмотрим, будет ли, сохранится ли запись. То есть есть ли какой-то лайфхак, чтобы использовать как автономный видеорегистратор. Вот. Но сразу скажу, что я уже повторюсь, что при включении в другом месте, если нет Wi-Fi, ничего с ней не произойдет. Работка она не будет. В общем, погнали. Вот. Это вот мой маленький умный дом, который я уже строю. Устройство, которое я приобретаю. Когда все в норме, горит вот такая лампочка в синем, значит соединение есть и все работает. Если она моргает, значит соединения нет. В общем, подняли куда-нибудь отойдем. Ну пока горит, не гаснет, но я не уверен, что здесь уже Wi-Fi есть. То есть посмотрим, можно ли ее обмануть, использовать как автономное устройство. Ну, соответственно, лампочка погасла. То есть все Wi-Fi, значит нет. Посмотрим на нашем аппарате. То есть он еще и вроде как видит, что он вроде как онлайн. Все. Загорается не в сети. Так. Ну, теперь пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Включали. Все. Мы ее не выключали. Мы вернули в зону приема Wi-Fi и она снова соединилась. Теперь вопрос. о наличии видеозаписи. То есть все-таки, удастся ли нам ее использовать как какое-то автономное устройство. Включаем. Включаем. Вот она появляется в сети. Сейчас получается такой процесс, что приложение отправляет запрос на сервер облака. Облако отправляет обратно и получается такой вот посредник. То есть вот она зацепилась. Сейчас она должна еще определить уровень сигнала. Который скорее всего, ну 78 процентов. Вот так вот и. Что-то типа фотоловушки получается у нас тут. Не сказал бы, что соединение стабильное. Скорее всего что-то есть. Так, ну и что касается видео. Скорее всего, я не хочу перевернусь. Включение видеопотока. Что-то он плохо его получает, потому что все-таки Wi-Fi здесь ловится. Ну как видите, не на полную мощность. Скажу сразу, что в условиях стабильного Wi-Fi она довольно хорошо работает. При низком соединении она пропускает кадры. То есть если нет стабильного соединения к сети. То есть она Wi-Fi зависимая. То видите, что происходит. Секунда стоит, стоит, стоит. Сейчас должно как-то промотать дальше. Ну вообще на фиг зависло. Короче, мы отрубились от Wi-Fi. Потому что здесь подключились 4G, которые здесь тоже ловится абы как. Ну в принципе, что мы видим. Пропуск кадров. Из-за того, что соединение хромает. От нас интересует функция повтора. Не ставь на паузу. Короче, для наших тестов мы переместились в подъезд. Потому что здесь уровень сигнала Wi-Fi довольно стабильный. Как видите, что картинка есть. Но опять же, что Wi-Fi где-то дома. Так. И найдите те самые записи, которые были у вас у сети Wi-Fi. Как видите, она пишется звуком. Вот это, скорее всего, та запись, которая должна была быть. Погнали. Позговаривайся. Походи там в синего celebrities. А куда всё в норме. Где-то такая лампочка синий. Значит, соединение есть. И всё работает. Если она моргает, значит не всё работает. Подняли куда идти. Пошли с ней прогуляемся. Пока гореть не гаснет, но я не уверен, что здесь уже вайфай есть. Посмотрим, можно ли ее обмануть и использовать как обстановное устройство. Походу нужно. Только сколько и непонятно. Соответственно, лампочка погасла и она продолжает писать. Горит лампочка, типа соединения еще есть. В общем, я не знаю, насколько максимально она... То есть она показала, что она пишет, когда вайфай уже не было. Сколько это продлится, я не знаю. Поэтому для этого мы хотим сделать небольшой тест. Отойти на максимально большое расстояние, вернуться обратно и посмотреть, сохранится ли эта запись к возвращению в зону действия вайфая. Короче, мы прогулялись. Я ничего не выключал. Она погасла, когда вайфай пропал. Сейчас обратно подключилась к вайфайу. Ну, сейчас посмотрим, записала ли она наш маршрут. Короче, реально она пишет. Смотрите, она пишет. То есть, получается, мы ушли от вайфая. Вот, вот, и видите, что и запись сохранилась. То есть, получается, что, смотрите, если мы ее включаем... Если мы ее включаем, короче, просто так, где нет вайфая, что-то нужно, какую-то информацию получить, она не будет работать. То есть, сначала ее нужно включить там, где она привязана к тому вайфая, она загрузит настройки с облака. А потом уже можно идти туда, не выключая ее в другое место. И будет примерно, ну, до трех часов записи. Главное поставить настройки, чтобы запись была непрерывно, а не по движению. И вообще, короче, красота, ребята. Я в целях, так сказать, не буду распространяться, где я это достал, что это, как это. В общем, будут вопросы, пишите, проконсультироваться в личных сообщениях. То есть, в принципе, она работает реально. В общем, рекомендуем.